Если первую встречу в Барнаульце выиграли 4-1, то этот поединок получился весьма непростым. Уже на первых секундах матча вратарь Динамо вступил в игру. Много обоюдных бросков и в составе нашей команды дважды отличился Иван Сапунов. По одной шайбе забросили Тамилов и Зиновьев, а решающий выстрел совершил Шадрин. Сравнял счет за три секунды до конца матча. Шайба забирает Динамо и момент! Да что ж такое, в зоне соперника, как это произошло, ну упустили здесь. Овертайм победителя не выявил, а по булитам точнее были Барнаульцы. Следующие матчи хоккеисты Динамо Алтай проведут в Саратове против Кристалла. Игры пройдут 15-16 и 18-19 января. А вот у флагмана алтайского баскетбола Барнаул не все так хорошо. Наша команда встречалась с московским ЦСКА-2. Барнаульцы пытались поймать свой мяч и свою игру. Первая половина завершилась лишь небольшим преимуществом хозяев, однако Барнаул совершал много потерь, что привело к легким пропущенным очкам и помогало сопернику увеличить отрыв в счете. 93 и наши 74. Команда возвращается домой, где 17 января встретимся с купол родники из Ижевска. Дмитрий Дроздов. День с толком.